Мы сейчас живем в эпоху так называемого информационного общества. Ну, не все человечество, но значительная его часть. По крайней мере, все человечество уже очень сильно зависит от качества компьютеров, которые оно использует. И даже то, которое в информационном обществе еще и не живет. А качество компьютеров зависит от быстродействия, от емкости устройств памяти этих компьютеров. Правда? Вот. И постоянно растет быстродействие, постоянно растет память компьютеров, постоянно растет плотность записи информации. Размеры уменьшаются. Сейчас вот ноутбук или нетбук, который вот легко помещается на столе, обладает теми же вычислительными возможностями, которыми когда-то лет, там, я не знаю, 30 назад обладал компьютер, заполняющий целый этаж в здании. А он сейчас, вот он, ноутбук. Это революция. Мы привыкли к тому, что живем вот в таком вот обществе, где постоянно растут вычислительные возможности. Мы к этому привыкли. К этому привыкли все, в том числе программисты. Программистов надо бы их подстегнуть, но они к этому привыкли. Они новые программы обеспечения пишут, снабжают новыми возможностями, и его, значит, вставляют в старое, как матрешку, да, укладывают. Это неэффективно расходует вычислительные возможности, но раз вычислительные возможности растут, ну вот и все. То есть надо сильнее использовать внутренние ресурсы. Но рост этот бесконечно быть не может. Есть такой закон, его называют закон Мура. Закон говорит следующее, что плотность записи информации на микросхеме, ну, плотность реализации, там, так сказать, транзисторов увеличивается каждые два года в два раза. Каждые два года в два раза. А размер транзистора, значит, каждые два года уменьшается, вернее, в 1,4 раза, в корень квадратный из двух. Сейчас такой размер транзисторов, достигнутый, уверены более-менее промышленности, в районе 50 нанометров. В слово модное – нано, да? 50 нанометров – это 5 на 10 в минус 8 метра. Сколь долго наше общество, наша цивилизация сможет существовать вот в пределах действия закона Мура. Потому что без конца уменьшать размеры транзисторов не удастся. У нас есть предел некий, ангстрем, 10 минус 10 метра. Ну, 5 на 10 минус 10, потому что там все-таки ведь нужно что-то такое тут с кем-то коммутировать, этот транзистор. Ну, размер атома, ясно, что на одном атоме транзистора не сделаешь. Хотя бы несколько, то есть размер 5 ангстремов. 5 на 10 минус 10. Сейчас мы достигли 5 на 10 минус 8, да? 5 на 10 минус 8. Всего в 100 раз. Всего в 100 раз. Сколько раз надо это удвоить в 1,4 раза? Да? 1,4 в квадрате – это 2. 2 в квадрате – 4. Это уже какая степень? Вторая. И, простите, третья еще в квадрате. Значит, еще раз удвоить, да? 8, 16, 32, 64. Все. Где-то через 16 лет, простите, этот прогресс остановится. Вот нам 16 лет осталось до конца той тенденции, которая сейчас в мировой экономике есть. Еще какое-то время долго будут чесать голову программисты совершенствовать свои программы, переписывать заново программное обеспечение, потому что невозможно будет его улучшить за счет улучшения быстродействия компьютера и плотности записи информации. Это что, либо наши ноутбуки будут расти в размерах, и нетбуки, что тоже есть возможность, да? Будут больше внимания уделять программам компьютерщики, но в конце концов, ну, добавьте еще 10 лет. Все. Через 25 лет вы не узнаете мир. Мы больше не будем вот так вот постоянно расти в нашей возможности компьютерной. Не будут постоянно расти. А ведь сейчас все упирается в компьютерные возможности. Кино, телевидение – это все компьютеры. Компьютерная обработка информации, изображения, биржи, деньги, торговля, государственное управление – будет достигнут предел, к которому уже не перепрыгнуть. Вот так вот. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Всех благ.